добрейшего времени суток друзья очередной выезд у нас на рыбалку позвали меня две единицы в нашем сегодня распоряжение такой сафар заряженный и ларга но от ларга ту скорее всего только кузов все остальное тут заряжена под тяжелое бездорожье это димка который в том году поехал с нами на делике решил обновить свой автопарк так сказать приобрелся вот такой автобус для рыбалок так ну выходные друзья как бы поэтому на пасеку мы не поехали поедем мы в общем такая возможность появилась на рыбалку посмотрим как этот раз получится не будем ничего загадывать ребята приехали раньше меня хоть и ехать им гораздо дальше ну договаривались как бы к 9 время половина без 20 9 они с опережением графика идут здравствуйте алексей александр димка а я не брал ну здравствуйте димка что-то балласт скидывает решил это хорошо мы сзади по сигнале блин а я смотрю колесо смотрю вроде твои все на месте да димка димка на ошибках учится уже взял другую машину более проходимую на злой резине но летняя грязевка и катапультируется она почему-то думали по дороге вообще камеру не включать ну пришлось друзья а мы потихонечку сафар бензиновый тепло ехать комфортно четыре с половиной в час а так остановились чай попить сегодня сегодня это у нас немножко другой план мы сегодня поедем поставим поставушки на ночь порыбачим немножко чтоб не терялся у нас день пораньше выехали поменяли тактику посмотрим чему это приведет взяли мотобур чтоб не долбить пешней все равно придется что-то долбить вот доехали до какой-то развилки коля сказал 11 12 километров будет развилка будет клевать туда да все заметено все едем по накатанной так пока колесо подкачаем сейчас посмотрим дорогу сани сходим тут развилка тут он кто-то не туда заехал он возвращались не понять с той стороны он ехал не буксовал здесь значит оттуда сюда сейчас посмотрим димка пока качнет колесо доехали мы очень быстро час дня в 11 мы были еще в деревне кубик происшествия дорога такая боком катись да надо разгружаться до пока елку задрязываются но елка наряжена мишура игрушки мужики идут новый год встречали он если все равно сторож на ну ну это серёга здорово Здорово, с Новым Годом тебя тоже. Здорово, с Новым Годом. Здорово, с Новым Годом. А ты что с кем? Вот смотри, побелел. Он просто меня уваляет всю дорогу. Дай я колесо проверю, а то он сотрит бревно. Дай я уберу бревно. Понял? Лишь бы остановиться и выкинуть. Я говорю, что нам бревно? Высота нам. Он крена боялся, что перевернемся. И испугался. Так он у тебя что, на соревнованиях где-то участвовал? Да, был. Переломочка тут Пахина. Доехала наконец. Вот такая техника везде лезет. Без проблем. Но существенный недостаток. Знаете, друзья, какой? Это мороз. Так, сейчас мы разгружаемся. И все. И на рыбалку поедем. Этот раз у нас другая тактика, говорю. День, чтобы не пропадал. О, друзья, смотрите, как тут стало. Уютно, блин. Я же говорю, все изменится. Вот пройдет время, и у Коли будет все прекрасно. Обживается потихонечку. Вот полочки. Наша вон еще из-под топора. Вот эта порнография, как я сказал, еще держится. Стол. Все прекрасно. Все отлично. А то были замечания. Вот. Все. Разруха там. Ну, мужики только заселились. Только участок вот оформили. Конечно, будет. Как говорят. Не боги горшки обжигают. Все будет хорошо. Все мужики работящие, с головой, смышленые. Все упирается во время и в деньги. Ладно, разгружаться надо. Что у нас? Что у нас? Димка говорит, давайте быстрее вкепаем. И это. И поехали. Мне главное не перепить. А термос в машине остался? На сухую доехали. Все, сейчас мы быстренько покушаем. И на речку. Дайте дощечку, пахнет. И на речку. Надо это вот открыть еще чуть-чуть. Все тут хорошо. Где-то был здесь еще термос мой. Пыл уже убрал. Спасибо, пока. Так, это вот этим ты салом хвастался еще? А, ты то береги, то не доставай. Вот, там тоже рюмок немного. Нет, мы-то не пьем. Ты что? Да тут компания такая, да. Спортсмены, все такое. Вася. Василий от дороги еще не отошел. И очень качает. Это все, я так смеялся, ехал. Я просто, он едет, историю рассказывает. Я думаю, что он молчит, ямка какая-то такая будет. Все, вот. Вцепился. Ручку чуть не отломал. Так. Так, ладно, все. Вася чист... Ну и катушку принять тоже надо. Так, все, чай попили. Поедем. Берите, что? Поедем. Лягушки. Леха. Так, лягушек надо пакетик нам. Закинемся. А, подожди. Смотри, вам бутылок дал. Нам же, нам же надо этих жаб. У меня в одной банке жабы такие серьезные. Ну, царевичи, царевичи. Сейчас я их возьму. Так, вот у нас тут меленькие. Меленькие. Давай меленьких. Не, подожди, меленьких там надо, та шхерня. Не, меленькие мы сейчас постучим. А вот в этой банке у меня такие серьезные. Поставушки королевичи. Короче, все берем. Паха, на. И вы говорили, вьюны тут еще где-то есть. В каком-то ведре вьюны есть. Паха горит. Вьюны, короче, получается, в этом. Здесь синявки. Не синявки, гальяны. Ага. Как нахер, ни хера себе. Эта тема вообще. А тут горят вылезы? Не, не, это привезли, пацаны. Сильно она. Друзья, сразу говорю, водители у нас трезвые. Я прям ручаюсь за это. Или вот отсюда, затяни. Может отравить. Забивает снег туда под диски. Начинает травить колеса. Сильно на этой резине он не качает. Потому что грязевка обычная. Какая бы она не была, она без бадлоков. Это не то. О бадлоках была бы, да. Паха шарит, понимает, о чем речь. Бадлоки, да. Туда ничего не набивает, когда бадлоки стоят. Не лед, ничего. Что, поймался уже? Запоймал он, блядь. Пахе, нормально дела? Да, прекрасно. Мужики вообще заряжены на рыбалку. Ааа, давай, 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 быстрее, быстрее. Пошли, пошли, пошли. Время идет. Саня вон схватил мотобур. Попер. Я говорю, самки забыли. Да я упру его сейчас, этот мотобур. Давай быстрее. Поставушки надо заставить. Ой, блин. За рыбой, короче, прием, друзья. А как оно будет, черт его знает. Может, эту поездку повезет. А может, следующую. Димандом с ружьем. В целях самообороны взял палку с собой. И будет сейчас ходить с ней. Но мы этот раз, братва, более подготовлены. Видите? Мотобур у нас, все как положено. Только ручки на бур нету, на мой. Надеюсь, в рюкзаке где-то запасная. Все, рыбачим. То есть, ни хера тут вручную, блядь. Нормально. Пойду, что будет упираться. Нормально. Какой там принц пойдет у нас? Мария, Маша, это ваш повод этот, покрасивее, по-моему. Ну, на мой, на мой субъективный взгляд. Сейчас мы его в чувство приведем чуть-чуть. Отвернитесь к кому-то. Я думал, он не против. Все, наживляем. Сейчас выключу пока. Маленькие были. Вот он, смотри. Ладно, разберемся, пойдем заниматься дальше. Сейчас я тут засыплю снегом. Это будет у нас в телеграм-канале, получается, девушки там горят. Это мой суженый, ряженый. Или как там, жабеныш этот. Царевич. Так, Маша, это твоя поставушка. Первая. Посмотрим, что поймается. Так, Ирина Александровна, извиняюсь за свой выбор. Может быть, не это, не по вкусу. Это ваш пассажир пошел. Он что-то весь вздувшийся такой. Но он живой еще был. Малыш этот. Сейчас его поправлю. И все, и на дно речное. Так. У нас та поставушка, получается, Маша твоя. Это Ирина. Это пусть, ну, Оксана будет. Сейчас мы малыша зацепим вот этого. Ух ты, какой тяжелый. Вот это серьезный. Он даже кусается. Да что ты, сам, в деле? Ты ловчий. Так, Татьяна, тут твой этот, как он, блин, царевич. Принц. Принц, да, принц, тут твой. Не запутаться бы. Так, Татьяна. Ирина Александровна. Оксана. Маша. А, подписать можно? А, ты что поставил палку? Лена. Лена? А кто? Нету Лены еще. Лены нету. Может быть, есть, но в чате, в телеграм-канале не учим. Ну так, метр есть. Пока эту каверу из-за штанин достанешь. Короче, первая рыбка за сегодня у нас. Сразу клюнул. Паха показал место, говорит, пойдем покажу. Если, говорит, не клюнет, то значит, сегодня нигде не клюнет. Паха, спасибо, братан. Так, вернулись мы. Холодно. Ничего мы не поймали больше. Поклевочки были какие-то, еле-еле. Пришел Иваныч, охотник старый. Нашел съеденного медведя. Вот все, что от него осталось. Череп обглоданный. Две передние лапы. И все. Сожрал его еще больше медведь. А этот медведь сожрал зюбря. А тот медведь сожрал этого медведя и того зюбря, который в этом медведе был. Вот такая вот матрешка получается. Еще я потерял сапог свой. Здесь их привезли, выгрузили. А собака украла и куда-то утащила. Вот. Ищу, ищу и не могу найти, к сожалению. Я и не думал, что собака может стащить сапог. Зачем-то он не пахнет ни едой, ничем. Вот такая вот собака. Это не вот эта собака украла. Это вот рыжая, Колина. Это он ее научил сапоги воровать. Коли, кстати, не мог поехать. Приболел. Вот у нас елка. Красота, лыжи. Да ладно, все, мужики, завтра найдем утром. Что сейчас уже с этим сапогом? Ну, сейчас, братцы, рыбы мы хапнем, конечно. Двое волокуш взяли, одни под рыбу конкретно. Придется несколько ходок делать. С одной не справимся. У нас сейчас будет специально человек обученный с волокушами ходить рыбу таскать постоянно до машины. Ну, мы будем ловить, получается, бандой. А один человек специально обученный будет свозить рыбу. Чтобы потом вес такой не тащить. Вот. Вчера поставили больше 10 поставушек. Ну, с буром, конечно, с мотобуром. Милое дело. На 250, по-моему, он шнек. Саня, на 250 шнек на мотобуре? Да. Вот так. В общем, все должно быть хорошо. Но это в наших фантазиях. А как оно будет на самом деле? Сейчас увидим. Банда серьезная. Вчера в одном месте мы-то одну рыбку только поймали. И вот еще 5 поклевок я наколол там. Рыба неактивная, не это. Ну, мелочь, видать. Вот. И когда народ подошел, обурился вокруг. Все, клев исчез. Значит, начали топтаться по льду, буриться там. Вот. И все. И рыба перестала клевать. Надо где-то тихие места находить. И самое главное, надо ловить и молчать. Потому что когда ты начинаешь хвастаться, что ты поймал рыбу, все, вокруг тебя начинает все обуривать. И есть вероятность уйти под лед. Провалиться вообще. Потому что лунок столько, что лед может по этим лункам треснуть. Диман набрал всяких снастей, лягушек, что еще, червей, караеды, эти еще, как их? Пластмассовые караеды. А, еще, еще какие-то же, эти, как они? Никогда на них не рыбачил-то. Червячки эти маленькие, как они? Опарыши. Опарыши. Не, ну я опарыши не брал. Опарыши не брал? Нет. Ну ладно. А потом придем, а они только на опарыши клюют. Ты там на меня не наговариваешь, что я... Понял. Опарыши не брал. Опарыши не брал. Опарыши не брал. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Пусто! Пусто! А тут вот линка поймал в прошлый раз большого. И что промерзла сильно? Ну вот. Жуки какие-то нас догнали с продуктами. Тоже пустая. Ну ничего, смотри, вообще, да? Не замерзла. Клево так. Вот она, царевна, лягушка. Третья. Леска не натянута. Тоже порожняк. Так. Так. Следующая машина. Маша, твоя поставушка. Что-то я пессимистично, ну да, тоже леска прославла. Наверное, нету. Ренат, смотри, где леска натянута, как струна, там рыба. Нету такой, да? Очень жаль. Вообще нормально, как бы, не замерзла прям отлично. Надо частенько так делать. Так. Еще ногой шевелит даже с ужиной, режемой. Сегодня у нас трудовая рыбалка будет. Много будем перемещаться. Мужики дальше вниз пошли. А я вот тут, я помню, мы когда с Николаевичем были, вот здесь какая-то рыба клюнула. Оторвала мне ногу на лягушке. Пробуем. Догнали мы наш караван. О, блин, и на лягушку тут уже кинулся, прикинь. Кое-как. Вон упахи долбит на две удочки. Сейчас увидим, может, что-нибудь на поверхности. Ну такой табун лягушек-караедов тут река это сроду не видела. Просто сотни погружаются их одновременно. Это такое меню разнообразное у рыбы, она просто не знает к чему бежать. Тут и... Здесь никто не рыбачил, места вообще не траву. Не знаю. Я почти вчера и говорил. И на льду что-то рыбы мы тоже пока не видим. Пах, у тебя что-то нюхать. Сейчас включусь, сейчас камера что-то садится. Уже наколол все. Короче, ножи очередные в порол. Иду за ножами. Пока никто не обрыбился сегодня. Вон Василий на свеклу рыбачит. Вот. Вроде были поклевки. Только кинул дедюк, думаю все. Да? А надо свеклу просто подольше варить было. Она это... Твердая видать. Твердая свекла. Аквалан какой-то тут ко мне пожаловал. Аквалан. Жак их и в Кусто. Подводная Одиссея команды Кусто. Калипсо. А? Кто это был? Лягушка? Где? Или рыба? Не знаю, что посмотреть. Смотри, дно хорошее для лягушки. Я там за тебя сейчас цеплялся? А если бы цеплялся, дергалось бы изображение. Да вон там ты был. Вон он плавает. Кто? Ленок? Резок что ли. Леночек. Что, течение? Ну маленькая есть, она ее сможет. А жабу мою видно вообще? Да и не могу я до нее дойти. Рыба есть. О, не хера. Да нет, глубоко. Да он мою лягушку поймал. на суд. Пока нифига. Бурим, 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 бурим. У Димки тут камеру опускали. Два ленка такие, под килограмм стоят и ни на что не берут. И короеды, и черви, и лягушки. Все уже туда запускаем. Иваныч пришел, шатуна этого ищет. Тут шатун где-то шарится. Здоровый. Он говорит, вот тут дорога идет. До дороги сюда дошел и все. И след, он не может след этот подрезать, найти его. И есть такая версия, что он своим следом в обратку пошел. Ну, задним ходом. Следы сбивает. Это вот он, получается, изюбря, да, сожрал? Да. Потом дошел до берлоги, поднял, без берлоги медведя сожрал. А я вчера-то по-другому рассказал. Я рассказал, что тот, которого съели, он съел изюбря, а этот здоровый съел этого медведя. Оказывается, по-другому. Я не так понял. Он сожрал сначала небольшой медведь, сожрал изюбря. А большой медведь сожрал изюбря, доел и медведя. А мы тут ходим с Димана двадцаткой с этой. Попричесывать его. Ну да, ты сначала стреляйся, чтобы ему было чем заняться, а мы побежим. Ой, это что, у нас единственная рыба, все, уходит в зрительный зал. Да, Дицань? Да. О, Паха, Харю запоймал одного. Сейчас он уйдет на... Просто маленькие удочки, не те. Маленькие. Может, вот такую на нас же есть еще? О, вот как у Чики. Такую наживлять надо. Может, она просто вот такую. Ну. У Чики там вообще смех торопится. Ну, лед такой, по ручку прям хороший здесь. Он там пробурил, сейчас успокоилась, пойду туда, а здесь не клюет. Я вон уже и червя пробурил, поставил туда на маленькую мормышку. Метров четыреста, прошли, наверное, пятьсот. Забурились опять. Пробуем. А идем мы в направлении какой-то огромной ямы. Три метра глубиной. Паху раскрутили, говорит, сейчас покажу вам. Только подведу вас туда с закрытыми глазами. Сейчас он достает повязки, будет нас завязывать. Веревки привяжу, чтобы мы шли за это. Да, не сбились с пути. Все, только при таком условии, говорит, покажу вам эту яму. Ну, куда деваться? Согласились. Раз такая пьянка. Сейчас еще там покидаю. Тут кто-то пробурились. Тишина. Вроде глубина есть, все есть. Сейчас начнется опять снежок моросит, давление, поэтому не клюет уже. Какой я рад, я уже сбился с еще до который раз приезжаю. Ну, ладно, будем пробовать, не сдаемся. Только наныли, блин, все. Паха поймал небольшого леночка на червя. Хоть и хоть не в заглотках загугугли. Долго-долго он его мучил тут. Все, Диман сразу переделывает снасти. Да, заебало. Все, не ругайся, блин. Я понимаю эмоции. Извиняюсь, там же у тебя запикивать надо. Запикивать не будем. Эмоции никуда не денешь. Конечно. Есть. Расстроенные. В повороте зашел, поставил метки подъемом. Да ты же не знаешь, длиннее пока выкладываешь. Дошли мы до этой огромной ямы. Глубина капец. Сама козырная. Сейчас будем пробовать. Нет. Что там, маяться что-то? Да. Клинки? Вот такая же есть. Ах, рюза. И вот они две ямы. Что-то тогда это, 46 лицензий, право на крикошей. Ага. По три крикоша. По три крикоша в лицензии. А то ты вот там в видео что ли снимался? Что можно с сало попробуй, пожалуйста. А у меня, у моего друга Василия там или кого? 12 воробьев на херу помещается. Знаете анекдоты? А? Не, не знаете? Сейчас камеру выключу, расскажу. Хоть костерок. Прошло полчаса. Ситуация примерно одинаковая. Дядя Саня два хорюзочка поймал. Небольших, но не за этой рыбой ехали. Ну, если здесь не ловится, то уже все. Это нигде не ловится. Яма очень глубокая. Рыбная, зимовальная. Что-то не нравится ей. За весь день ни одной поклевки на лягушку. Вообще даже не подошел никто. Да ладно мне тут было ехать. Вообще сколько? 40 километров и сюда. 40 тоже. 80. А мужики 360 проехали. Даже больше. С Хабаровска. Столько денег на бензин, на продукты, на все. На снасть. Вышли мы обратно. Примерно час ходу нам обратно. Четвертый час был. Красиво как. Горы, сопки, марь. И где-то долбанный шатун шляется тут. Огромного размера. Но с нами диван. Ой диван. Диман. С 20 калибром. Пока он будет держать оборону. Мы можем смело отваливать. Причем смело во всех смыслах. Потому что. Диман будет держаться до последнего. Патрона. Но последний патрон нужно оставлять. Я шутю. Должно быть все хорошо. Блин. Столько прошли. Я прям в шоке. Нифига. Завтра поедем в другое место. Ниже. У нас-то план был какой. Если здесь не бурино. То значит тут есть рыба. Ну в теории же так. Все же гонятся где не было рыбаков. Но к сожалению эта теория не оправдала себя. Они вот эти два леночка маленькие. Которые попались. Сильно кровили. Ну как обычно. Все думают что давление или что что то. А рыба тут есть. Но я который раз ее. Почему то не вижу на этой речке. Только в камеру под водой. Наверное рыбаки такие. На прилавке хорошо клюет у всех. Что то дороже. Что то не так дорого. В ценовом эквиваленте. Чистый воздух. Природа. Сегодня тепло кстати. Градусов 10-11. Так по ощущениям. Чуть-чуть бы поклевывала бы рыбка. Чуть-чуть. Гур забыли. Пришлось стрелять в лед. Это сейчас пацаны рассказывают. Что когда приедут. Будут рассказывать всем. Что клевало даже на пустой крючок. На леску. Даже вообще без крючка. На леску просто. Душились. Мы просто сюда когда ехали. Тут ребята байки рассказывали. Что клевало вообще на пустой крючок. На все. Наворочили рыбы. Мы сюда такой бандой ломанулись. Ой блин. Я им говорю. Вот пока фильм не выйдет. Рассказывайте все что хотите. А потом когда выйдет. Я скажу что. В первой серии. Это. Клево не было. Вот. Во второй. Начнется. Во вторая. По техническим причинам. Ну да. А потом можете сказать. Да Леха вообще повырезал. Все. Его попросили. Потому что если бы он показал сколько рыбы поймали. Сюда бы народу поехало. Вообще. Сотни человек. Вы не звоните. Он не на связи. Он вырезал опять. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Да. Я скажу. Все повырезал. Потому что местные охотники. Рыбаки. Меня зашугали. Если я еще раз покажу хоть одну большую рыбу. То все. Мне все колеса спустят. Ха-ха-ха. Ха-ха. 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 Вот он он. Смотрите. Поговорили немного. Димасик. Кормилистый. Братишка. Ха-ха. Слышишь? Оп. Оп. Новый поворот. Червя. Леха. Вот видишь. Второй леночек за сегодня. На червя. Пожалуйста. Ну все начинается. Я ему дал удочку. Сейчас кто не скажет. Я ему дал червя там. Третий скажет. Я ему бы одежду дал там. Чтобы он лишь бы с нами пошел. Копали и заказывали через интернет. Ха-ха. С Москвы. С Москвы. С Вайлборис. Ха-ха. 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 Чисто по червям бизнес. Диман, да, такой звонит. Алло, Лех, здорово. Что? У тебя в Москве нету там никаких серьезных людей. А что? Да червей надо на рыбалку. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ладно. Ха-ха. Пойду я дальше на свою царевну лягушку долбить весь день. Ни одного вообще. Ха-ха. Ни одного ударчика на нее. Ну и потом приехал из России. Но я удастил. Так, все мы добрались. Будем ужинать. С чаем. Поняли, в общем, причину нашей неудачи по поводу рыбалки. Пельмени, щуки. Икра красная. Калужатина где-то тут. С этого. Ну, она искусственно выведенная. Да, вот котлеты рыбные там есть. Это. Так, что у нас еще? Рыбные котлеты. С Каспийска заказывали. Рыбные котлеты. Что у нас еще рыбное тут есть? Рыбные мандарины. Кроме места все. Сейчас все уничтожим. Все рыбное уничтожим. Завтра картина должна кардинально поменяться. Мы искренне как дети на это надеемся. Надеемся. Верим это, ну. Так, ладно. Начнем. Нам еще надо солнечные панели ставить. Ну, блин, по вечерам уже возвращаемся. Пока горячее. 22, pergi. 22, questa будет было солнечные панели 초оса. СкTeam. Cabут request.